Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой АСМР-канал. Меня зовут Лиса, и сегодня у нас будет мукбанг чаепития, как я и обещала. Я даже боюсь представить, сколько во всём этом калорий. У меня сегодня была просто сумасшедшая интервальная тренировка интенсивная, поэтому можно. Значит, у меня сегодня здесь морковный тортик. Это такая слойка, пропитанная кленовым сиропом с орехами пекан. Малиновая тарталетка. Вот такой совершенно невозможно милый пончик, весь укрытый маршмеллоу. И это мои любимые булочки. Всё, кроме вот этих булочек, я заказала в пекарне возле дома, без контактной доставкой, потому что я соблюдаю режим самоизоляции. Надеюсь, вы тоже. Ну что, устраивайтесь поудобнее, заларивайте себе кружечку чего-нибудь горяченького, бодрященького. У меня зелёный чай с имбирём. Просто листовой молочный улун и свежий имбирь мелко-мелко порезанный. Скажу сразу, чай с имбирём я начала пить ещё до того, как это стало мейнстримом. Всё это никак не связано абсолютно. Но если это является дополнительным профилактическим методом по борьбе с вирусом, то я только рада. С чего начать? Начни с того, что перестань обдирать этот пончик. Давайте со слоечки начнём. Ой, хрустёсенькое должно быть. Это очень вкусно. Обожаю эти орешки. Поговорим сегодня, как я, собственно, и собиралась, о книгах, которые я успела прочитать за карантин, о фильмах, о сериалах. Я очень надеюсь, что в комментариях вы поделитесь вместе со мной, что вы читаете, смотрите. И у нас получится такой обмен рекомендациями. Не могу остановиться. Короче, начала я свой карантин с книги Бироуза, Уильяма Бироуза, которая называется «Джанки». Он достаточно известная книга, достаточно известный писатель. Я ничего до этого у него не читала. Ну, не знаю, ребят, то ли я как-то не вовремя за неё взялась. Не ко времени. Ну, как-то в моё настроение она не попала совершенно. Не буду ничего говорить про неё, потому что это всё будет, ну, как мне кажется, не слишком объективно в данном случае. В общем, какое-то, знаете, гнетущее впечатление у меня осталось после впечатления. Вот, и я решила, что нужно его чем-нибудь исправить. Проверенным старым добрым методом. Я решила прочитать записки юного врача. Это Булгаков. Я нежно люблю Булгакова. Вообще, и всё, что он писал. Я в восторге этого слога. По запискам юного врача даже, кажется, есть сериал. Я не смотрела. Но, по-моему, там играет Даниэл Рэдклифф. Кто смотрел, поделитесь в комментах, как вам стоит вообще смотреть, не стоит. Потому что книгу эту я не люблю. Читаю уже далеко не в первый раз. Это такое, знаете, лёгкое, по-булгаковски душевное, что ли. В общем, всем рекомендую к прочтению. Вот этот крем он, судя по всему, на основе кленового сиропа. Очень вкусная штука. Я вообще люблю такие слойки. О, имбирь. Кладу много имбиря в чай. Он, прям, чувствуется хорошо. В общем, записки винового реча. Кстати, список книг и фильмов, которые я перечислил в этом видео, я укажу в описании. Если кто-то захочет это почитать или посмотреть, чтобы вам было проще найти. Короче, после Булгакова я уже, честно говоря, нацелилась пересчитать в 148-й раз мастера Маргариту. Не могла так быстро расстаться с Булгаковым. Но потом приложение, которым я читаю книжки, там очень часто выходят какие-то рекомендации. То есть, основываясь на том, что ты читаешь, тебе программа подбирает какие-то варианты, которые тебе могут понравиться. У меня в рекомендациях вышла книга, по которой был снят российский сериал «Эпидемия». Автор, сейчас скажу, как обычно, фамилии плохо запоминаю. Яна Вагнер написала эту книгу. «Эпидемия» и вы знаете, так, что мы будем следующего есть? Кардиночку. О, ребята, это что-то неимоверно роскошное. Малинка. Давайте я сейчас закушу Это вкусно Очень нежный крем Малинка сюда в тему Кисленькая В общем, я начала читать эту книгу Она там в двух частях Первая часть называется «Вонг озеро» Вторая часть называется «Живые люди» Я просто залпом обе эти книги Проглотила, наверное, где-то дня за два Вот прям На одном дыхании, на излёте Что это называется Сразу хочу сказать Книгу прям рекомендую всей души Она очень атмосферная Она прям погружает тебя В эти происходящие события Поэтому читать однозначно Но ни в коем случае не проецировать на то, что происходит сейчас Я понимаю, что Возможно, как-то не вовремя Попалась мне на глаза эта книга Потому что очень сложно Читать абстрагируясь Не перенося эту картинку Вот в реальную жизнь Просто там тоже речь идёт о болезни Об эпидемии Которая на фоне этой болезни развивается Но болезнь такая Она очень быстротечная Она поражает буквально там В первые же 24 часа И человек за три дня, грубо говоря, сгорает Излечившихся не было Ну, по книге, во всяком случае Действия начинаются в Москве Главные герои Собираются и бегут От волны эпидемии Бегут в Карелии В маленький уединённый домик на озере Ну, в общем, весь их путь Все там перипетии, с которыми они сталкиваются Это всё в первой книге А во второй книге уже описывается их Жизнь В этом уединённом домике на озере Потом, сразу после этого После того, как я дочитала книги Мы посмотрели сериал Вот эта вот эпидемия российская Книга мне понравилась на порядок больше Не знаю, почему Во-первых, сериал Где-то уже серия с четвёртой Я перестала искать сходства Потому что сюжет Сюжетная линия С четвёртой серии Вообще куда-то ушла Не в книжную степь Но, опять-таки, я, наверное, не совсем объективна Потому что я изначально читала книгу Которая меня прям захватила Допустим, мой муж Он книгу эту не читал Но смотрел раньше ещё этот сериал Он вышел, кажется, в конце прошлого года И он его смотрел без меня А со мной вместе его пересмотрел И вот он говорит Ну, у меня, типа, претензий к сериалу нет Он динамичный Он интересный Он захватывающий И, в принципе, да Всё это есть И если не знать Не читать предварительно книгу По которой он снят То, в общем-то, да Неплохой актёрский состав Динамичный сюжет Всё это присутствует Ну, мне вот что-то Вот не хватило в нём Не знаю В общем Книгу рекомендую Знаете, я, наверное, не съем всё Как моя бабушка говорила Не зим, то понаткусь её Давайте морковный тортик Сейчас я себе ещё Кипяточка подолью в чай Другого дела С морковными тортиками У меня неоднозначные отношения Я раньше прям как-то категорически Их не любила Не пробовала А это мы поехали Когда отдыхать В феврале Что-то как-то вот Один раз мы его Или заказывали где-то Или покупали Я уже даже не помню Мне так понравилось Я думаю Чего я раньше не ела-то? В общем, сейчас попробуем Так это или нет Суховат всё-таки Какой-то Незистоточно сочный Морковка весёленькая Наверное, из дерева сейчас так На две половинки Красивую с морковкой оставим Или антуража Ну, вообще чё Вкусно Мне нравится вот эта Влажная текстура теста А здесь ещё то, что там морковка Вот Продолжаем На чём я там становилась Да, после этих двух книг Яны Вагнер Я начала читать И повсюду тлеют пожары Автор Селеста Инг Я уже читала этого автора В принципе, она мне нравится Я знаю, что по этой книге тоже Либо скоро выйдет Либо уже вышел сериал Короче, мне что-то она попалась на глаза Решила Её почитать Но Где-то треть я уже Прочитала Поэтому не буду пока ничего говорить В принципе Мнение о книге можно составить Я только когда-то её закончила На очередь у меня После Селеста Инг Я хочу восполнить Свой постыдный пробел В русской классике А именно Достоевского Я К своему стыду Читала только Преступление и наказание Это было очень давно Вот Поэтому хочется как-то Восполнить этот пробел Я считаю, что карантин Раз уж он вынужденный Раз уж мы сидим по домам То нужно как-то этим Пользоваться по максимуму Что-то я уже наелась Что такое Теперь по фильмам Мы Посмотрели вот этот сериал Эпидемия Про который я уже сказала Потом мы посмотрели Первый сезон Маленькая большая ложь Ну он известный Я думаю, что Многие его смотрели Второй не стали смотреть Ну честно говоря Как по мне Он какой-то Ну уж слишком Ну нарочито Феминистский Я как бы обеими руками За феминизм Но Не смотрелось Как-то это все органично Не знаю почему Хотя Николь Китман Прекрасно Вот Я ее очень люблю Ну вот В принципе Ну В общем-то Глянуть можно Скажем так Особенных восторгов Он на него Звел Потом мы пытались Вчера Найти какой-нибудь Сериал Про космос Мы очень любим Фильмы на космическую тематику Даже скачали какой-то Орвел Кажется Смотрели первую серию Ну такое Ну конечно Посмотрим сегодня Еще там Несколько серий Дадим ему второй шанс Ребят Кто знает Годные сериалы На космическую тематику Ну только вот Знаете Не в таком Вот каком-то Детском жанре сказок Напишите пожалуйста Очень хочется Такое посмотреть По фильмам Мы посмотрели Джентльменов Гая Ричин И это круто Начиная от Мэтью МакКонахи И заканчивая Вообще Самим сюжетом Ну прям Очень понравилось мне Динамичный Необычный Ну класс В духе Гая Ричи Потом я одна Потому что муж не любит Такие фильмы Открыла для себя Очень хороший фильм Талли Там Шарлиз Терон Несмотря на то что Сама тема фильма Да Это проблема Многодетного материнства То есть она Героиня ее Главная Это Женщина Которая становится Мамой в третий раз Третий ребенок Незапланированный А у нее Второй ребенок Там Ну с некоторыми проблемами В психике И вот она Вся Закручена Уже просто Как белка в колесе Не буду В общем спойлерить На сюжет Ну Сюжет необычный Хотя в принципе Где-то к середине фильма Догадалась В чем там дело В общем Несмотря на то что Сама эта тема Многодетного материнства У меня не близка Потому что у меня нет детей Все равно Мне кажется Это знаете Можно проецировать Не только на Проблемы матерей На многодетных Но и в принципе На вот Любую такую жизненную ситуацию Когда тебе кажется Что ты уже загнан в угол Всегда найдется выход Даже если не извне То изнутри Короче Посмотреть стоит Фильм называется Талли Ну и что ресторан там Хороша Говорят что для роли В этом фильме Она специально Набрала там 15 что ли Килограм Я ее понимаю А это знаете Шутка такая Когда ты Набрал 15 килограмм Для роли в фильме А потом вспомнил Что ты не актер Пам-пам Вот еще я что посмотрела Я посмотрела Анну Каренину Это экранизация 2012 года С Кириной Шикарно Я люблю это произведение Толстого Много раз его читала И с этим фильмом У меня особенно Теплые ассоциации Потому что я ходила На него в кинотеатр Еще в Донецке Когда он вышел Я жила еще в Донецке Ходила на него Вместе с мамой Вот После этого Ни разу его не пересматривала И вот благодаря Карантину Появилось время Его глянуть Получила массу удовольствия Просто Ребят Там потрясающая музыка Там очень красивые костюмы Ну вот я любовалась Буквально там Каждым движением Киры Найтли Она там такая грациозная Такая Несмотря на то Что это драма Все равно Знаете Остаются какие-то Светлые такие ощущения В душе Вот же я уже Объелась мимоверно просто Я наверное не буду есть Вот эту булочку Она очень вкусная Вот кто Не пробовал такие Они называются Французские булочки Много где продаются Попробуйте Давайте пончик доедим Надо бы хоть что-то доесть Напишите мне В комментариях Пожалуйста Как проходят ваши Дни самоизоляции Давайте как-то Не грустить Потому что я понимаю Как это сложно Я сама Периодически Погружаюсь в это уныние Больше всего Пугает Вот эта вот Атмосфера Неопределенности Очень не люблю Такое Когда ты не знаешь Чем все это Закончится Когда и как И события Постоянно меняются А ты никак не можешь Взять под контроль Эту ситуацию В общем давайте Как-то держаться Ребят Вот Читать хорошие книжки Смотреть хорошие фильмы Пить вкусный чай И есть что-нибудь Вкусненькое Но не забывайте Спорт Я вот сегодня молодец Ну что Всем спасибо Кто смотрел это видео Надеюсь вам было со мной Не скучно Уютно Как и мне с вами Всех очень-очень люблю Все будет хорошо Пока-пока